вы искали лечение семенами на вот знаете долгое время думал что мой семена не ест я ошибался если вы присмотритесь мой таки есть именно льна видимо мой изменила свои приоритеты свои свои отношения к этому достаточно непростому продукту питания я хочу немножко рассказать больше для вас как же правильно использовать семена льна для вашего здоровья и активного долголетия лучше реально семена льна устраняет кучу проблем со здоровьем и превращают риски самый большой риск семена льна великолепное средство для лечения атеросклероза сосудов для профилактики его а это первая строка среди причин смертности семена льна великолепно помогают выводить канцерогены пестициды то есть уменьшать вероятность онкологии это вторая строка среди причин смертности знаете семенами на в принципе можно уменьшать явление различной интоксикации а это где-то четвертая пятая строчка среди причин смертности но только онкологии кардиологии это больше восьмидесяти процентов смертей смотрите какие волшебные семена льна реально волшебные они чудеса просто готовы творить с вашим организмом но если вы их правильно используете а для этого вы должны понимать химический состав знаете лечит же не семена льна лечит те биологически активные вещества которые растения сложила в эти семена если вы считаете что для вашего питания нет первичная семена льна все-таки создала растение для того чтобы размножаться для сохранять свой вид в природе посмотрите в окружающую среду все растения гонятся так или иначе за солнцем за теплом за влагой 3 один компонент все холоде растения растут уберите солнце растения растут уберите влагу растений растут и каждое растение стремится выжить хотя то чтобы выжить нужно размножаться симена это система размножения растений и для того чтобы семена льна в принципе увидели леон маленького такой неказистая растение Чтобы ему выжить, он же очень хорошо побеспокоится о своих семенах. О том, чтобы была хорошая схожесть, чтобы никто не сел по дороге. Поэтому тут имеет большое значение. Что в семенах льна, какие эффекты вы можете получить, кроме обозначения? Великолепное противовоспалительное, великолепно обволакивающее, отхаркивающее, мягкое мочегонное, послабляющее. Все эти действия оказывает самое простое вещество в семенах льна, которое многие даже скорее недооценивают. Это слизь. Слизь пропитывает оболочку семян льна. И фактически, если вы правильно ее извлекаете, вы получаете все эти действия. Самый простой способ извлечения, кстати, он энергосберегающий. Это просто залив холодной водой. Вот я залил, там настаиваются, в конце я покажу. Думаю, что уже какая-то слизь будет, я прямо перед видео это сделаю. Что делает холодная вода? Слизь находится пропитанной оболочкой слизью. Холодная вода, и слизь способна набухать. Причем, как пишут, неограниченно. Ну, неограниченно не знаю, но набухает она хорошо. Слизь набухает, и на семенах льна появляется такая слизистая шапочка. Фактически, вы самую интересную лечебную форму, самую простую уже сделали. Называется холодный настой. Что дает вам эта слизь? Если вы примените ее на кожу, то есть в ваннах, например, она великолепное обволакивающее смягчает и уменьшает раздражение кожи какими-то веществами. Например, ну, правда, не лечит внутренние проблемы, когда токсины идут через кожу и появляется кожный зуд, но уменьшит может. Хотя, дешевле вам будет заварить не семенально, вот таким способом, а крахмал. Крахмальный ваннный известное средство в этом направлении. Конечно, можно сделать то же самое и содой, но сода не так безразлична, скажем так, коже. Кстати, такое видео вы можете найти на моем канале. Если вы уже подписчик, не вопрос, найдете. Если не подписчик, кнопка подписки. Прямо под видео, или вы видите, извиняюсь, вот здесь мой логотипчик, можете на него нажать, и вы подписчик канала. Если принимаете внутрь. Ну, перед тем, как принимается слизь льна внутрь, лучший вариант, конечно, это прополосить рот. Там всегда есть какие-то воспалительные процессы. Слизь льна обволакивает, прикрепляется именно к очагу воспаления. Любит она очаги воспаления. Делается такой легкий компрессик. И обмен веществ идет лучше, потому что улучшается кровообращение. И заживление тут происходит наилучшим образом. Ну, конечно, по вкусу слизь льна не самый, не кулинарный шедевр. Ну, поэтому там, пополоскали, глотайте. Только вы глотаете, все то же самое в области горла. Я не буду спрашивать, есть у вас хронический фаренгит или нет. Как правило, у большинства присутствует, особенно если удалялись главные сторожа в вашей дыхательной системе пищеварительной гланды. Дальше идет по пищеводу, великолепное, обволакивающее. Опять-таки, там, где есть воспалительный процесс, прикрепилось, пошел небольшой компрессик и улучшается обмен веществ. Попадает в желудок, слизь вязкая, стекает по желудку. И в случае, если вы лечите гастрит, язвенную болезнь, слизь спускается, доходит до уровня кислоты и сворачивается. И в том месте, где свободная кислота стояла и раздражала слизистую желудка, усиливается слизистый барьер благодаря слизистым яноделям. Фактически, вы делаете такую вот, знаете, перчатку на слизистые вашего желудка. И защищает слизь обволакивающим свойством, защищает слизистую желудка от раздражения. Будет эта кислота, будет это какая-то пища, несущественно, в любом случае плюс. Что дальше? Ну, минут 20-30 слизь льна находится на стенках желудка. И это время, интервал между приемом пищи, если у вас гастрит. То есть, в это время слизь защищает ваш желудок, в принципе, там идет лечение. Дальше вы можете перед едой, если вам нужно какие-то травы принять или какие-то лекарства, не вопрос. Или просто пошла еда. Кстати, если вам нужно лечение гастрита, гастролюнита, язвенной болезни, такое видео тоже есть на моем канале. Проще всего найти их моим подписчикам. Поэтому, не стесняйтесь, подписывайтесь. Что делает слизь для дальше? Выходит, естественно, в двенадцатиперстную кишку. Обволакивающие действия продолжаются. Но там уже, как правило, есть какие-то токсические вещества. Особенно, когда слизь спускается ниже по кишечнику. И вот тут слизь обладает мягкими адсорбирующими свойствами. То есть, она способна связывать токсические вещества и удерживать их у себя. Частично удерживать. Потому что слизь, она не только находится в кишечнике. И пройдя по нему, оказывает послабляющее действие. Поэтому ильон-то назвали слабительный. Потому что слизь, это действие, это основное действие льна, которое привязано практически к его названию. Ну, правда, слизь не единственный комбонент, который это действует. Об этом я расскажу чуть позже. Частично слизь способна всасываться в кровь. И выделяется через легкие. Поэтому небольшое, мягкое, отхаркивающее действие тоже будет. Но там она выделяется в меньшей степени, в большей степени удаляется через почки. А так как она по-прежнему гигроскопична, то есть она способна впитывать на себя влагу. То фактически работает как косметический диуретик. То есть идет очищение крови от тех шлаков, токсинов, которые там задержались. Особенно хорошо, вы знаете, на следующий день после много выпитого или много съеденного. Потому что послабляющий эффект удаляет содержимое кишечника. А вот слизь, попав в кровь, связывает токсические вещества и разрушает вашу кровеносную систему, ваш организм, от этих токсинов через почки. Все мягко выходит, токсин не трогает почку. Слизь его сдержала. И лен не увеличивает объем крови. Что тоже очень важно на следующий день после того, как вы не сдержались. Потому что элементы отека мозга есть. Вот слизь как раз с этим борется. Есть классические медицинские препараты, которые так действуют. И слизь лена. Хотите так, хотите так. Главное не затягивайте этот процесс. И не пейте тоники в виде чая, кофе. Потому что они как раз отек мозга увеличивают. И осложнение вероятность. Тоже. Ну, самое неприятное, это фактически, кроме головной боли и плохого настроения, это еще инсульт можно наиграть. То есть, плоти икс освоить. Поэтому тут нужно просто очень аккуратно это делать. Что делает еще слизь семян лена? И находясь в кишечнике, и находясь в кровеносном русле, связывая токсины. Она разоружает от токсинов фактически кровь и бережет вас от аутоиммунных процессов. Самый такой известный, при котором используют семена лена, это сахарный диабет. Это тоже аутоиммунный процесс. А еще тромбоциты отменили. Есть еще заболевания щитовидной железы в виде аутоиммунного тироидита. Есть у мужчин еще простатит. Есть еще другие процессы. Все они мягче протекают, когда вы правильно приготовите настои семян лена. Холодным способом. Тут все прекрасно. Если вы хотите поторопиться, если вас не устраивает такое медленное заваривание холодной воды. Ну, естественно. Все знают, что в теплой воде, в горячей воде, все растворяется лучше. Начинает греть. И вот тут появляются сложности в применении. По той простой причине. Что в холодной воде, вот таким медленным способом, извлекается только слизь. И вот те действия, которые я обозначил, все они будут вашими при таком способе извлечения. Кстати, вы можете не торопясь, вы можете не только с утра залить, вы можете и на ночь залить. Получите точно такой же раствор. Единственное, что вам нужно делать, периодически взбалтывать. Поэтому вечером там смотрите какие-то телепередачи, лазите по интернету, а слизь у вас сама по себе извлекается, получаете великолепный слизистый раствор. Правда, сложно в том, что, да, его любят еще и бактерии, поэтому на вторые сутки с кисней придется готовить ежедневно. Но это небольшая неприятность, тем более, что сложности-то нет. Лед не сбегает, знаете, лед не подгорает в этом случае. Ну, просто себе спокойно извлекается, зависит от времени нахождения. Все прекрасно. Когда вы нагреваете, семян льна начинает извлекаться в ликозит линии морей. Это тот стабилизатор, который растение положило в семена льна, чтобы его не ели. Ну, как я вам показал, вы знаете, море все-таки ест. Но, вы знаете, мыши не едят. Морь можно уговорить со временем. Потому что эта пачка у меня лежит уже не первый год. Мышь, когда подходит семенам льна, она почему-то его не ест. Потому что она знает, чувствует, что этот ликозит линии морей там есть. По той простой причине, что, во-первых, слизь не даст усвоиться, пронесет мышь. А с другой стороны, вот этот ликозит линии морей, он нарушает усвоение пищи. Нарушает усвоение всего, что находится рядом с ним. Потому что он, ну, фактически содержит в чистом виде. Или, если вы нагрели, он даст вернуться и распался на компоненты. Самый простой компонент, который образуется при распаде линии морейна, это глюкоза. Ну, глюкоза, вы знаете, в принципе, хороший продукт питания. Второй компонент, который образуется при гидролизе, это ацетон. Ну, это уже не самый лучший компонент питания. Ну, сколько тех семян льна, в принципе, ацетон много не образуется. Потому что глюкозиды линии морейна всего-то полтора процента в семинах. То есть, это капля ацетона там, вы его даже не заметите. Даже если будете принимать семена льна в приличных количествах. Ну, есть другой компонент. Синильная кислота, которая, попадая в кровь, в калий всегда вытеснит водород. Появляется цианистый калий. Да, я понимаю, доза маленькая. Но это яд общедовитого действия, который контактно действуя на следствию, уменьшает болевые проявления, уменьшает воспалительный процесс. И волшебным способом вот такая вот слизь семян льна, как бы лечит, гастрит, гастродонит, язвенную болезнь. Ну, боль убирает. Не воспаление прекращает, а боль. Не причину, а следствие. Я так лечил больше 20 лет назад, когда у меня было отделение фитотерапии. Слизь семян льна вот таким способом при горячем излечении компонентов день-два, все, желудок не болит. Все прекрасно. Типа доктор вылечил. Доктор снял буль. Это две большие разницы, как говорят в Одессе. Поэтому гликозид лени-марине самое простое вещество в семинах льна. И ограничивает любой способ нагревания. А также измельчение семян льна. Потому что, как только вы измельчаете, да, ну, все попадает в лучшем виде в ваш организм. Да, конечно. Семяна льна содержит примерно 12% углеводов. Вроде как здорово. Энергия, питание. До 24% белков. Белки нужны. Белковый голод на планете есть. Вы считаете, что белки вам нужны? Там, по-моему, витаминов, микроэлементов. Но! Цианогены и гликозид. Все это добро пропускают по кишечнику. И вместе со слабительным эффектом появляется снижение веса. Да, можно на семинах льна снижать вес. Но не за счет того, что вы обеспечили своим клеткам правильное питание и активный обмен веществ. А за счет того, что вы просто нарушаете усвоение продуктов пищеварения из кишечника. Зачем вам бросать деньги? Лучше нормализуйте правильное питание. Кстати, видео «Любимая диета» есть на моем канале. Посмотрите. Диета – это не питание безвкусной, пропаренной, проваренной пищи, которая у вас не усваивается. Нет. Я могу составить любимую диету для вас. Из ваших любимых продуктов с ограничением, конечно, быстро усвояемых. А все остальные вы будете кушать. Не вопрос. Главное их правильно комбинировать друг с другом и на протяжении дня. Тогда любимые продукты, которые вы любите, будут помогать вам контролировать вес. Хотите набирать, хотите снижать, от вас зависит. Все зависит от комбинаций. Когда вы их сложите вот так или вот так, утром или вечером, или днем, все зависит от этого. В какую сторону пойдет ваш вес? Все просто. Но семенально они – самый лучший способ. Особенно, когда ИЧ использует значительное количество, допустим, вегетарианцы, сыроеды. Да, хороший, теоретический продукт питания, но очень сложный условий. Потому что от синильной кислоты вы никуда не можете, вы не можете от нее избавиться. Вы знаете, в свое время использовали широт семян льна в питании животных. Да, как комбикорм использовали. Но если плохо пропарят, лекозит линий марин действует более токсично. И описаны случаи отравления, массового отравления животных, если вот где-то технология была слабовата. Конечно, пропаренные, то есть термически обработанные действуют меньше. Но почему-то сегодня семенально не используют в кормлении, в питании животных, в комбикормах. Используют другие компоненты, но не эти. Наверное, потому что неэффективно питать, кормить так животных. Ведь они же должны расти, а не худеть. Цель-то разная, цель-то другая. Просто раньше, ну хоть что-то они набирали, что-то получалось из семян льна. И забивали пищеварительную систему, удовлетворили чувство голода. Это не совсем так. Это не самый простой способ в питании. Хотя в семенах льна есть еще один компонент, который очень важен. И который тоже позволяет улучшать ваше здоровье и снижать многие риски, особенно со стороны сердца и сосудов. Кстати, онкология тоже. Это масло семян льна. До 48% от веса. Почти пол семени льна это масло. Но в домашних условиях вы не можете, у вас не будет такого хорошего пресса, чтобы получить масло изолированное. Поэтому вряд ли у вас получится полноценное излечение и чистого масла без вот этих довесков в виде линии малины. Поэтому лучше масло семян льна вы купите у известного производителя. Так будет проще. Потому что по составу кислот, линолевое, линоленовое, олеиновое. Вы знаете, я бы сказал, активный конкурент известному оливковому маслу по составу и по действию. В свое время был такой препарат, линитол. Это масло семян льна в капсулах продавания. Великолепное противоаторослеротическое средство. И профилактическое, чтобы не развивался аторослероз. Потому что первое действие, которое дают семена льна, масло семян льна. Это желчегонный эффект. А с желчью удаляются самые опасные токсины и окисленный холестерин. Опасные токсины это снижение вероятности онкологии. А окисленный холестерин это снижение вероятности кардиологических заболеваний аторослероза. И вы в шоколаде. Вы великолепно защищены, если вы правильно используете. Самое главное, что масло семян льна вы должны использовать не больше одной чайной ложки на прием. И несколько раз в день. И еще один важный момент. Большинство из вас знают про свой хронический панкреатит. Многие не знают. А панкреатит есть он, к сожалению, связан с возрастом. И, к сожалению, поджелудочная. Она находится в таком месте, что очень часто хроническое воспаление присутствует. Для того, чтобы не обострить имеющийся. Или не проявить скрытый хронический панкреатит. Употребляйте масло семян льна без интервала с едой. То есть, прямо перед едой. Или, если вам вкусна будет эта еда, прямо вместе с едой. Смешали с какой-то порцией пищи. Проглотили, как лекарство. И кушайте привычную вам еду. А масло семян льна делает свое дело. Помогает легко сбросить желчь. Удалить из желчного пузыря в кишечник. Истициды, гербициды, канцерогены, холестерин. Другие токсичные вещества. И на освободившееся место, ваша печень с удовольствием. Будет продолжать очищать вашу кровь и делать безопасной вашу жизнь. В этом случае, все прекрасно, все отлично. Есть, конечно, третий компонент, который я бы советовал использовать. Из семян льна. Для вашего здоровья. Но тут скорее влияние психологическое. Это сами волокна. Вненая ткань, прекрасная ткань. Она великолепно гармонизирует состояние нервной системы. Когда вам вы одели, и вам это приятно, вам это комфортно. Пользуйтесь и таким способом в лечении семенами льна. Ну, а если вы хотите больше знать информации. Не вопрос. Если вы еще не подписались, подпишитесь на мой канал. Если вы понимаете, что в принципе, не только вы нерационально использовали семена льна. Но и ваши друзья и знакомые. Ну, кнопки социальных сетей, как всегда, под видео. Жмите, делитесь этой информацией. Очень важно правильно использовать семена льна для вашего здоровья и активного долголетия. Только тогда вы снижаете вот эти все риски для вашего здоровья. И усиливаете его. Потому что при неправильном отношении, увы, риски все увеличиваются. Знаете, когда меня спросили. Назовите растение, которое нельзя использовать при каком-то заболевании. Сказали, ребята. Если мы имеем ввиду лекарственные растения, а семена льна относятся к лекарственным растениям. То есть, перечень показаний. Есть перечень противопоказаний. И мы можем ими играть. Увеличивать показания. И уменьшать противопоказания. Одним уникальным способом. Если вы семена или любое другое растение правильно выращивали. Или берем в экологически чистой зоне. Правильно заготовили. Правильно хранили. Правильную применили лекарственную форму для излечения тех полезных веществ, которые вам в данный момент больше всего нужны. И правильно их использовали. Вот тогда все вот эти правильно на выходе будет равно ваше здоровье и ваша безопасность. Если где-то вы сделали что-то неправильно, возникает проблема. Самое неправильное возникает где? Когда вы не знаете, как рационально приготовить лекарственную форму. Для того, чтобы излечь все полезные вещества и изолировать опасные вещества, которые находятся в любом растении. А потом, как вы правильно примените для своего здоровья активного долголетия. Вот тогда будет плюс. Я это знаю, потому что я более шести лет преподавал на кафере фитотерапии в мединституте. Но преподавал это громко сказано. Первые несколько лет я учился у фармакогностов, у специалистов, которые знают лекарственные растения не по названиям и не по действиям. А по химическим веществам, которые там находятся. Потому что действия крепятся не к названию. Хотя в семинах и льнах часть действия обозначена в названии. Леонослабительные. Действия крепятся к тем активным веществам, которые находятся в той или иной лекарственном сырье. В данном случае в семинах и льнах. И когда вы знаете, как их правильно извлечь и правильно использовать, здоровье будет идти только в плюс. Если вы не знаете, как правильно извлечь, сами. Ну обращайтесь. Контакты вы видите. Я знаю, что это такое. Тысячи статей. Ну, сотни статей. Более тысячи статей. Десятки научных статей. Десятки книг опубликованных. Сотни видео. Я знаю, о чем я говорю. И советую вам иметь свое мнение в любом вопросе. Поэтому, хотите вы лечиться семенами льна? Да не вопрос. Только лечитесь правильно. Чтобы не терять здоровье. Чтобы потом не охать, не ахать. Ой, а куда же здоровье делать? Я же такое волшебное средство использую. Используйте правильно. Все есть я. Лечит лишь доза. И способ применения. Поэтому, если вы считаете, что это видео вам. Принесло пользу. Сделайте вот так под видео. Чтобы это видео принесло пользу не только вам. А и другим людям. Ну, я подумаю, какое еще видео написать. Для вашего здоровья и активного долголетия. Крепкого вам здоровья. И разумного отношения. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.